В жизни этих ребят начинается очень важный этап. Весь следующий год они приведут в вооруженных силах России. 23 молодых человека, жители Щелковского района, а также Фрязина, Лосинопетровского и Звездного городка, отправляются на срочную службу. И сказать им на пустые слова приехали почетные гости. Самое главное, что те нравственные моральные качества, которые заложат вас в армию, пригодятся вам в гражданской жизни. Я хочу вам пожелать добрый путь, быть сильным духом, быть сильным телом и в армии найти настоящих армейских друзей. Приезжайте потом, и потом мы вас начинаем устраивать. Как настоящих мужчин. Понятно, да? На работу и все прочее. В администрацию приходите. Мы будем искать предприятий много муниципальных. В соответствии с этим, я считаю, что поработать еще можно будет потом и во славу Щелковского муниципального района. Надежда Суровцева и Евгений Петеримов вручили ребятам памятные подарки. Осенний призыв начался еще 1 октября. Почти две недели потребовала определенная подготовка. И вот первый набор призывников отправляется на областной сборный пункт в город Железнодорожный, где и определяются места прохождения службы. У нас план 260 человек. Это на весь Щелковский район, включая туда и Фрязино, и Лосино-Петровский, и Звездный городок. По Щелковскому району 190 человек планируется отправить. Все в плановом порядке. По количеству людей будем отправлять. Соответственно, с планом отправок, с графом отправок. По словам Александра Спирина, сегодня молодежь к службе в армии относится позитивно. А многие уходят в вооруженные силы с четким настроем продолжить военное дело. Тем не менее, остаются и те, кто долг родине отдавать не желает. И борьба с такими уклонистами ведется комплексно. Военным комиссариатам, Следственным комитетам, прокуратурой и полицией. Уже ни одно уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от военной службы. В основном идет штраф, но это тоже, я считаю, уголовное дело. Но эти ребята уклоняться от армии не стали. И совсем скоро сменят гражданскую одежду на военную форму. Конечно, сейчас им немного грустно, ведь из родного дома они уедут на целый год. Но в целом настрой у призывников позитивный. Очень с позитивным, очень ждал этого момента. Вот наконец-то я смогу отдохнуть годик. Я считаю, что становишься более, не то что уверенным, а ты знаешь, какие задачи ставить, как их решать и что тебе для этого нужно. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.